уважаемые рыбы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 29 августа по 4 сентября включительно что вас ждет в этот период информация общего характера поэтому расклад подойдет и женщинам и мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу рассматривать мы будем события этой недели в общем и все что касается вашей личной жизни и те кто в паре и те кто в свободном поиске рассмотрим возможности в работе для тех кто работает также буду брать карты для тех кто не работает вообще посмотрим что ждет вас рассмотрим ваше финансовое поле возможные денежные поступления расходы доходы кредиты долги внешний мир в отношении вас скрытые факторы о чем вам нужно знать заранее что в них позитив или негатив подведем итоги этой недели и посмотрим какими для вас могут быть выходные дни также раскладе будет участвовать карта основного совета и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании вопрос должен быть всего лишь один напоминаю что для тех кто знает свой асцендент вы можете смотреть этот прогноз и по асценденту и и по своему основному знаку зодиака работаю я сегодня на колоде таро ангелов помогает нам будет рунический оракул который вы видите на столе также буду пользоваться и золотым классическим таро тоже для дополнений последний срез и мы с вами приступаем и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые рыбки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению сразу хочу за акцентировать внимание на то что в центр вашего расклада в кармические задачи выпала карта старшего аркана и это умеренность великолепная карта для любого рода образовательных процессов поэтому если меня смотрят те рыбки которые чему-либо учатся эта карта предполагает то что у вас есть уже определенная база определенный опыт но этого опыта и этой базы пока недостаточно поэтому продолжайте нарабатывать знания продолжайте учиться и в будущем вас может ждать большой успех те знания которые вы сейчас получаете вам могут принести пользу в том числе и материальную кто-то сможет на этом зарабатывать но то что касается финансов и расходов в этом периоде несмотря на то что ко многим из вас будут поступать финансы потому что в дом ваших денег все-таки выпала материальная карта это 7 монет она говорит о том что деньги будут не в таком большом количестве как хотелось бы но они есть тем не менее вам нужно будет немножечко экономить денежки придерживать не тратить их на все то что не является предметами первой необходимости также эта карта призывает вас к внимательности к некоторой сдержанности в отношении других людей общения с другими людьми почему потому что вам возможно кто-то будет неприятен вашем окружении возможно по работе у тех у кого есть основная работа вам не хочется чего-то делать или не хочется с кем-то сотрудничать но для себя вы должны понимать что пока нужно пока нужно искать золотую середину искать компромисс и карта предполагают любого рода договоренности вам немножечко нужно приспосабливаться проявить терпение и выдержку в то же время эта карта высших сил которые вас будут оберегать и хранить поэтому я не вижу чтоб вам особо что-то угрожало в этом периоде ваш расклад начинается замечательной светлой карты и это ваш чаш она говорит о том что начало этой недели начинается позитивная легкость хорошее настроение может быть даже творческое настроение кто-то из вас может захочет осуществить какие-то свои мечты надежды карта показывает влюбленность поэтому если меня смотрят те кто выстраивает личные отношения конечно эта карта может показывать вашу заинтересованность ком-то чью-то вас это могут быть любого рода разговоры переписка телефонные звонки любое общение и также встречи те у кого есть детки очень много волнения и переживаний связанных с детьми или с вашим ребенком дети творческие но дети в чем-то могут быть немножко неусидчивы поэтому где-то им нужно тоже уделять внимание наставлять их на путь истинный в особенности если дети маленькие или дети подростки даже если дети у вас взрослые то все равно вы их должны в чем-то поддержать скорее всего в понедельник вам не захочется заниматься никакими серьезными делами потому что эта карта показывает больше мечты больше отдых если у вас есть возможность не делать ничего не делайте никто вам не запретит просто даже если вы и начнете заниматься чем-то важным скорее всего вы что-то можете упустить не досмотреть потому что карта может какой-то степени показывать немножечко невнимательность как раз может быть из-за влюбленности или еще из-за каких-то посторонних мыслей когда вы делая серьезное дело мечтаете о чем-то еще и где-то мыслями летаете далеко но если говорить о вторнике на входящие события на этот период для вас выпала карта рыцаря жезлов она говорит о том что со вторника можете начинать решать любые важные задачи так как эта карта показывает мужчину если говорить о женщинах то большое влияние на вашу жизнь в этом периоде будет иметь мужчина возможно для кого-то это мужчина служащий это может быть казенный курьер это может быть любой небольшой чиновник для кого-то это может быть врач для кого-то военный может быть это просто для вас важный человек который помогает вам решить какой-то сложный для вас вопрос но делает это совершенно искренне делает все что от этого человека зависит если меня смотрят мужчины эта карта может говорить о том что на этой неделе все-таки вам придется решать какие-то важные задачи из-за которых вы будете немножечко нервничать чего-то вам придется немножечко ждать и поэтому изначально карты вас призывали к терпению и к умению коммуницировать договариваться возможно кто-то по этой карте будет оформлять любого рода бумаги документы либо это может быть даже какие-то устные соглашенности если говорить о мужчинах рыбках вам нельзя сейчас витать в облаках долго все-таки вам на чем-то нужно будет сосредоточиться это карта логики абстрактного мышления и конкретики поэтому во всем у вас должна быть конкретика что-то нужно будет приводить в порядок если говорить о женщинах то у женщин тоже может быть примерно подобная ситуация но она зависит больше от мужского лица также в кресте вашей судьбы выпала карта движения которая может показывать любого рода дороги возможно вы в недавнем прошлом либо куда-то ездили либо хотели поехать может быть поездки планируются и на ближайшее будущее но сейчас пока вам их сложно осуществить поэтому с поездками любыми пока немножечко подождите эта неделя неблагоприятная для любого рода путешествий дальних дорог то что касается семейных пар возможно вы куда-то будете семьей выезжать недалеко но почему-то все на нервах так как все-таки в дом финансов для вас выпла семерка монету за многих из вас я спокойно в плане финансов но о ваших финансах мы еще поговорим сейчас перейдем к нашим семейным парам для семейных пар выпала карта пажа мечей и карта шестерки мечей две карты мечей они говорят о том что в доме тоже есть нервы и напряжения в особенности у тех у кого есть дети в особенности если дети где-то за границей или детям предстоят какие-то выезды потому что здесь что-то решается сейчас по детям дети у вас способные но острые на язычок вам не всегда легко с ними справляться поэтому здесь все-таки нужно контроль дисциплина если лично вы куда-либо собираетесь семьей или самостоятельно в чем-то вам может не хватать информации может быть лучше к чему-то нужно подготовиться в плане организационных моментов в доме суеты и хлопот по мелочам тоже хватает недавнем прошлом я вижу что и у вашей второй половинки были какие-то проблемы но несмотря на то что вы оба сейчас нервничаете все равно в большей степени эти проблемы остались позади чем впереди и эта карта наоборот дает возможности что для вас что для вашего партнера для того чтобы вы что-то могли поменять и в семье и в ваших отношениях и то что касается детей и любых других вопросов здесь нужно искать какие-то варианты но вы найдете в вашем подсознании я вижу общение вы на кого-то надеетесь может быть люди с которыми вы находитесь на расстоянии вы ждете обратной связи ваш партнер или партнерша надеется на удачу но вам действительно позже чем-то должно вести но сейчас не все гладко как бы там ни было карты показывают положительные изменения постарайтесь быть более спокойны в отношении друг друга потому что могут возникать всякие небольшие ссоры по мелочам возможно вы даже сами где-то своего партнера провоцируете на какие-то разговоры карты могут показывать ревность может быть какое-то недоверие подозрительность просто колкости с вашей стороны я вижу что вы периодически из своей второй половине устраиваете может быть какие-то бойкоты нет желания иногда общаться вообще даже если вы общаетесь то это могут быть довольно такие резкие высказывания но может быть вы просто хотите порядка в чем-то поэтому так и получается вам кажется что ваша вторая половинка вас не слышит но в этом периоде ваша вторая половина будет стараться сделать все то что вы от него или от нее требуете поэтому будьте сдержаны что происходит у наших свободных рыб для свободных выпала тройка жезлов карта старшего аркана императора и карта туза монет в общем-то три замечательные карты ни одной негативной поэтому нашим свободным рыбкам должно вести первая карта уже показывает перспективы роста притом это может касаться и работы и любых договоров и важных встреч и каких-то важных документальных вопросов зависимости от того что у вас в планах на эту неделю если говорить о личной жизни она тоже у вас здесь может быть все зависит от вас для тех кто уже встречается отношения сто процентов будут развиваться если мы смотрим женщины мужчиной вас заинтересован но по этой карте возможно общение еще с кем-то даже если вы находитесь на расстоянии это обратная связь это переписка это ежедневные разговоры не нервничайте зря то чего вы ожидаете вы можете получить и я вижу что мужчина даже готов помогать материальной или мужчина готов где-то обеспечить в чем-то вашу стабильность если меня смотрят женщины но если вы не встречаетесь эта карта может показывать любого мужчину вашей жизни который может являться начальником другом отцом может быть в чем-то вашим покровителем и на этого мужчину вы в чем-то можете рассчитывать благодаря этому человеку вашу жизнь войдет удача какие-то перспективы за которые вы обязательно должны ухватиться и вы будете двигаться в правильном направлении для многих эта карта предполагает финансовую удачу которая также плывет вам в руки поэтому для тех у кого есть основная работа это могут быть дополнительно интересные предложения это могут быть ваши идеи которые вы попытаетесь реализовать если что-то не получается сразу все равно вы не должны отчаиваться потому что я вижу что все равно многое будет решаться положительно для те кто в активном поиске эти карты уже говорят о том что есть общение или она будет и что интересно что даже на этой неделе вы можете познакомиться для себя с очень интересным или очень основательным человеком конечно для некоторых тройка жезлов и карта императора могут говорить о том что если меня смотрят женщины может быть вы имеете дело с несвободным человеком мужчина который в отношениях карта 1 может показывать родственные союзы в которых есть кто-то еще мужчина пока не может уйти из той семьи но и вас не бросает или не готов вас отпускать не разрывайте отношения с этим человеком он вам нужен давайте посмотрим что нужно знать по работе всем тем кто работает и тем кто пока не работает вообще сейчас я возьму для вас отдельно карты давайте смотреть для тех кто работает выпала двойка мечей и она говорит о том что из-за чего-то вы немножечко расстраиваетесь может быть разочаровываетесь ком-то из людей партнеров на кого-то обижаетесь или может быть с кем-то действительно не хотите общаться может быть даже вас кем-то как холодная война но сейчас вы особо поменять ничего не можете вам приходится чего-то ожидать или пускать ситуацию немножечко на самотек карта показывает психологическую усталость немножечко истощенность возможно вам нужно больше отдыха спокойствие давайте возьмем для вас карту совета на совет для вас выпала шестерка мечей очень интересно потому что ваш расклад уже выпадала шестерка мечей для наших семейных пар мы только что наблюдали эту карту видите карты друг друга дублируют они могут говорить о том что возможно кто-то из семейных захочет либо работу поменять либо вы захотите куда-то переезжать и с этим будет связана смена рабочего места либо даже если вы пока не уходите с работы вы ищете для себя дополнительные возможности и направления будете искать потому что по этой карте какие-то сложности которые есть сейчас они отойдут в сторону и я вижу что у вас будут возможности к переменам во многом они зависят от вас но рядом с вами будет еще один человек которого будете поддерживать вы а этот человек свою очередь будет поддерживать вас вы с кем-то как в одной лодке для кого-то эта карта может показывать вашего родственника ближайшего друга но для кого-то это может быть и коллега по работе давайте посмотрим что нужно знать тем кто пока без работы для тех кто собирается уезжать и менять работу возможно вам действительно тоже приходится чего-то ждать но вы все равно скорее всего будете по этой карте с основной работы уходить давайте посмотрим что ждет тех кто пока без работы для тех кто без работы выпала карта двойки жезлов карта показывает больше пассивно чем активности она говорит о том что вы сейчас чего-то выжидаете вы рассматриваете для себя определенные варианты но вы пока не уверены ваше не ваше нужно вам не нужно что принесет вам тот или другой вариант конечно же для вас важно зарабатывать хорошо поэтому вы скорее всего просто не хотите размениваться по мелочами не хотите идти на работу какую попало но я вижу что в деньгах вы нуждаетесь в прошлом были достижения вы имели определенный успех в обществе и зарабатывали но сейчас пришло время что-то менять я беру для вас дополнительную карту для тех кто активно ищет даже в этом периоде возможен выбор вариантов как минимум из нескольких предложений поэтому не спешите все хорошенечко обдумайте ну и десятка мечей выпала рядышком что интересно что десятка мечей есть скрытых факторах поэтому пока все таки не спешите принимать никакие решения вам действительно лучше подождать либо если вы сейчас примете скоропалительные решения может быть или неудача либо по факту кажется не то что вы ждали либо что-то может просто сорваться то есть вы рассчитываете в конечном итоге отказ или неудача поэтому пока ждем но у вас еще будут варианты поэтому не расстраивайтесь для тех кто на пенсии для тех кто смотрит за детками сейчас я возьму карты и для вас для вас выпла карта старшего аркана мира она говорит о том что даже будучи дома посредством интернета вы способны развиваться и многие из вас могут зарабатывать посредством интернета не выходя из дома подумайте об этом интернет страшная сила поэтому учитесь получайте дополнительные знания эта карта может показывать любые курсы тренинги мастер-классы новые знания расширения старых возможностей и эта карта говорит о том что вы люди очень общительные у вас может быть очень много связей контактов из прошлого и в настоящем в том числе если вы захотите для себя организовать дополнительный источник дохода даже если это не интернет заработок у вас тоже что-то может получиться карта тоже может показывать за границу дальние расстояния и такие варианты для кого-то возможны теперь рассмотрим что происходит с вашими финансами в данном периоде в данном периоде для вас в дом финансов выпала семерка монет материальная карта которая говорит о том что будет небольшой доход на чем-то вы готовы трудиться что-то готовы развивать эта карта тоже показывает терпение трудолюбие то что многие из вас не сидят без дела даже те кто без работы то что касается любых крупных вложений в этом периоде все-таки не спешите в центр выпала карта которая говорит подождите не на этой неделе на внешний мир выпала карта знаков вопросов то есть не все для вас пока ясно и понятно на завершение этого периода выпала четверка мечей в перевернутом виде она может говорить о том что чем-то вы будете недовольны если поспешите поэтому любые сделки связанные с куплей продажей большими вложениями перенесите если у меня смотрят люди которые занимаются креп валютой тоже не рискуйте большими деньгами потому что здесь могут быть какие-то сложности и вот эта карта говорит о том что вам все нужно тщательно просчитывать каждый свой шаг в данном периоде действовать крайне осмотрительно и осторожно то что касается кредитных линий для вас это возможно но не оформляйте большие крупные кредиты небольшой кредит который для вас посилен выплатах на будущее вы можете оформить но это по линейке карт я вижу что вам сложно будет отдавать поэтому по возможности все-таки избегайте кредитов старайтесь особо никому денег не одалживать я вижу что вам сложно будет потом свои же собственные деньги вернуть если кто-то в ближайшее время будет оформлять любые льготы субсидии для себя или для близких друзей или родственников то здесь тоже могут быть накладки тоже чего-то нужно будет ждать чем-то нужно будет побегать с кем-то еще нужно будет разговаривать но позже вы свой вопрос все-таки решить сможете на внешний мир для вас выпла карта старшего аркана отшельника которая показывает ваши очень глубокие рассуждения о жизни о том что вас очень многое огорчает из того что происходит во внешнем мире поэтому вам чаще хочется побыть одному или одной чем общаться с непонятными для вас людьми или мало знакомыми у вас сейчас больше общения с теми людьми которые нужны вам по вашим основным вопросам многие из вас по этой карте продолжают искать себя в этой жизни то есть возможно вы не уверены до конца в том правильно ли вы дорогой идете тем ли я занимаюсь что мне по судьбе или все-таки мне нужно что-то поменять вопросов множество и для многих из вас эта карта все-таки может показывать человека друга наставника советчика для кого-то даже психолога человека который вам мог бы помочь информационно если говорить о мужчинах рыбах вы не должны в этом периоде игнорировать свою интуицию ваш внутренний голос вас не подводит но вы сами себе в чем-то противоречите если говорить о мужчинах у женщин тоже возникает внутренний диалог спор и вот это вам мешает пока ни с чем спешить не стоит что скрытых факторов скрытые факторы для вас выпало 8 монет карта туза мечей и карта десятки мечей две карты мечей обе они могут говорить о каких-то новых начинаниях в ближайшее время но они в сложностях возможно какой-то вопрос потребует и физической силы и может быть финансовые вложения на что-то понадобится что важно что ваших руках будет много ключей по поводу того вопроса который вас волнует то есть ни один вариант того как поступить вы будете выбирать но я вижу что вы можете сделать неверное действие не пытайтесь что-то продавливать силовыми методами если что-то не получается сейчас так как восьмерка монет тоже показывает доход для кого-то занятость то мы видим что денежки будут у нас и в конце недели и на следующей неделе но ни в коем случае не вложите куда-то деньги по глупому ну и на завершение конкретно этой недели для вас выпала четверка мечей эта карта все-таки показывает ваш внутренний протест ваш внутренний бунт вам приходится ждать и ждать вы не хотите вы начинаете действительно возможно делать какие-то выпады которые вам же могут и вредить я по этой карте выходные не назову отдыхом потому что вы из-за чего-то постоянно нервничаете есть какие-то старые ситуации которые не дают вам покоя мысленно вы неспокойны давайте я все-таки для вас возьму карту основного совета на основной совет для вас выпал рыцарь жезлов и для мужчин и для женщин эта карта может показывать мужчину который вам чем-то сможет помочь или мужчина которому вы сможете обратиться за помощью ваша склад уже выпадала одна мужская карта и это был рыцарь мечей мы видим второго рыцаря то есть карты могут показывать диалог партнерство важный разговор важную встречу возможно вам нужно будет куда-то поехать или с кем-то встретиться в особенности мужчинам потому что карта может показывать любую или срочную или быструю дорогу или важную информацию которой вам нужно будет воспользоваться эта карта также может показывать и дальние зарубежья возможно у вас кем-то еще будет очень серьезный разговор издалека если меня смотрят моряки или люди которые работают на выездах возможно если вы сейчас ожидаете каких-то предложений вам действительно нужно что-то ускорить по работе но все решается через мужчину мужчинам нужно в чем-то быть более активными и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта старшего аркана солнышко эта карта приятно радует эта карта согревает посмотрите какая светлая энергетические карта она дает вам не только ответ да на тот вопрос который вы загадали но и говорит о том что из вашего вопроса будут вытекать еще какие-то дополнительные для вас возможности карта ваших амбиций проявите их также эта карта показывает помощь других людей возможности поэтому у вас все получится и давайте возьмем сейчас в дополнение к вашему раскладу одну руну я предлагаю вам подумать сейчас о том вопросе который вас сейчас нервирует или беспокоит больше всего по раскладу я вижу что нервов хватает поэтому подумайте о том что сейчас для вас самая актуальная болезненная злободневно и руна который я вам достану покажет возможное развитие событий в самое ближайшее будущее и может быть еще для вас хорошим советом это будет 1 руна и так для вас выпала руна лакус во первых это руна женских энергий руна интуиции предвидения у многих из вас интуиция хорошо развита но по раскладу я вижу что вы не всегда к ней прислушивайтесь поэтому вы сможете избежать ошибок если будете слушать свой внутренний голос карта может показывать вещи и сны любые другие знаки которые дает вам жизнь если меня смотрят мужчины то на ваш вопрос будет влиять женщина или от советов женщина что-то будет зависеть и вам действительно нужно прислушаться к женщине это руна ясного потока сознания поэтому она может показывать и внутреннюю тишину вам нужно не спешить не суетиться а в спокойном состоянии позволить своим мыслям течь ровно плавно без нервов вашу голову будут посещать очень правильные мысли и сейчас я для вас достану еще две дополнительные руны из своего мешочка что еще вам нужно знать в отношении того что вы подумали обе руны я буду рассматривать так как они выпали то есть если это перевернутое значение смотрим перевернутом если прямое то в прямом но обе руны выпали в перевернутом виде и обращаю ваше внимание что выпала руна лагус видите вот лагус но она в перевернутом виде это то о чем говорилось о том что вы где-то проигнорируете свою интуицию либо не воспользуйтесь какими-то подсказками судьбы и тем самым можете сделать ошибку для вас выпала руна ансус но тоже перевернутом виде тяжело с кем-то договориться или кто-то вас не слышит что-то может уходить из-под вашего контроля это руна может еще говорить о том что вы сами себя от кого-то отгораживаете или в чем-то выстраиваете с кем-то стену и это может являться для вас в чем-то большой помехой я надеюсь что для всех тех кто смотрел расклад внимательно вы все-таки сможете избежать тех ошибок которые вы сможете допустить расклад ясно на них указывает пишите в обратных сообщениях как расклад с вами проигрался не забывайте о том что каждую неделю выходят новые прогнозы в которых я вас жду для тех кто еще не подписан если вам нравится подача информации подписывайтесь и я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем удачи и до свидания а